Сколько в день продается такой продукции? Немножко. Немножко? У нас вот немножко, я считаю. У вас? Шайбы три, две, так где-то. А кто покупает в основном? Из ГТУ. Из ГТУ? А бывало так, что дети обращались за подобной продукцией? Но не продавали. Представить масштабы продажи никотиновых пэков можно просто посчитав точки торговли. У этой табачной сети их больше 250. И даже если в них продавать всего по три упаковки, как говорит продавец, в день получается больше 600 штук. А в каждой из этих банок по 20 пэков в школах образовалась настоящая дилерская цепочка, рассказывает Константин Линник. Узнал об этом, когда заметил, что его 15-летняя дочь странно себя ведет. Заторможенность, немотивированная агрессия, расширенные зрачки и потеря сознания привели к откровенному разговору. У них сеть распространения. Я просто нашел все в телефоне, все переговоры по сделкам, продажам. Кто что предлагает там, как. Это настоящий бизнес, говорят отцы. Старшеклассники или студенты, покупая одну упаковку за 300 рублей, потом продают ее содержимое младшим школьникам частями. Одна доза 50 рублей. Прекратить этот оборот не в силах даже правоохранительные органы. Законом торговли никотин, содержащим продуктами, не запрещено. У нас предусмотрен запрет только на продажу на свая и табака сосательного. В данном случае пэки, они у нас только никотиносодержащие. Между тем, наркологи подтверждают, употребление никотиновых пэков может привести к серьезному ухудшению здоровья, в том числе и к летальному исходу. А главное, очень быстро возникает зависимость. Совет отцов призывает родителей обратить внимание на состояние своих детей. За подозрить, употребляет ли ребенок никотиновый пэк, можно по таким признакам, как шаткая походка, она вызвана головокружением, и беспричинная рвота и диарея. Данный продукт вызывает сильнейшее раздражение слизистой оболочки полости рта. Соответственно, попросить его показать рот, губы с внутренней стороны, там отчетливо будет виден воспалительный процесс. Совет отцов, сотрудники МВД, наркологи уже обратились к депутатам Госсовета Удмуртии с просьбой выйти с инициативой в Госдуму страны в антитабачном законе прописать запрет на торговлю никотинсодержащей продукцией. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин